Слава Господу! Ты в правильном месте. Доброе утро, церковь! У меня время неправильно идет. Мне время поставьте на всякий случай правильное. Доброе утро всем! Мне сегодня выпала честь служить у вас здесь. Я пастор из нашего объединения, из посольства Иисуса, из маленького городка Павлова. Служу 11 лет в пасторском служении. Из особых наград, ну какие? Наверное, то, что мы выслали 4 миссии. Я муж одной жены, отец троих детей, между старшим и младшим. У меня разница в 21 год. Слава Богу, да. У меня есть внучка уже старшая, он тоже во Христе, и жена, и он. И они принесли мне, родили мне, нам с женой, внучку. Это большая радость. Когда мне сказали, что я буду служить здесь, я даже с Федором Николаевичем поделился, и думал, что я буду говорить о культуре церкви, о том, что Дух Святой, он должен создать культуру церкви. Но все изменило один диалог. Мы сидели с одним пастором, мы разговаривали с ним, и вдруг ему звонит кто-то. И он берет телефон, уходит, и мы разговариваем. Я потом спрашиваю, кто звонил, он говорит, брат. Я говорю, а чего он? Ну вот он хочет жену свою отправить на реабилитацию, там на 3 месяца. У нее проблемы, она... вот с Олей, наркотик такой, она там в депрессии какой-то находится, что-то вот плохо с ней. Я говорю, у твоего брата нету, у жены. Он говорит, не-не-не, брат во Христе. Я говорю, и он пьяный еще, к тому же, я говорю, в смысле брат во Христе? Давно ходит? Я говорю, только уверовал, что ли, он пришел? Он говорит, нет, он уже где-то лет 5 ходит в церковь. Я говорю, подожди, подожди. Если он 5 лет ходит в церковь, 5 лет, из года в год, каждое воскресное собрание, не считая домашних групп, он слушает Слово Божье и не может избавиться от зависимости, значит, с этим нужно разбираться. Я сегодня хочу поговорить о том, как преодолеть трудный день злой в своей жизни. День злой он случается с каждым из нас. Он будет у каждого в нашей жизни. Чтобы мы не сдавались в этот день, это не вопрос, не разговор того, что ты плохой, а я хороший. Это вопрос того, что с сегодняшнего дня мы посмотрим в Писании и посмотрим, как нам суметь противостоять день злой. Потому что жизнь во Христе – это победоносная жизнь. Аминь. Несколько человек верят, что во Христе победоносная жизнь. Жизнь во Христе – это победоносная жизнь. Но она не предполагает то, что у нас не будет никаких испытаний и искушений. Скажите, верующие, они ругаются в семьях своих? Но ругаются? Ругаются в семьях своих. Только вот, знаете, поженились, и в русских народных сказках жили они счастливы, и умерли в один день. Наверное, это тоже правда. Но только нет вот середины, когда они жили. Но когда люди созидают семью, мы сталкиваемся с тем, что муж и жена хочут убить друг друга буквально. Они пытаются там, у них конфликт, у них искра мелькает. Но одни из этих конфликтов, они выходят прям, они выходят победителями. И через 10 лет их спрашиваешь, они говорят, моя жена самая лучшая, мой муж самый лучший. Они настолько счастливы в браке, другие люди, они притыкаются, и браки разрушаются. Вот, чтобы устоять в браке, чтобы устоять против наркотиков, чтобы устоять против каких-то зависимых, против любого вида греха, скажите мне, грешат ли современные евангельские верующие? Грешат, еще как грешат. Но мы же победители во Христе. Вот сегодня хотелось бы, знаете, вот об этом поговорить. Почему одни преодолевают любое искушение и любой соблазн, а другие остаются проигравшими? Ведь проиграв, они получают разочарование в своей жизни, они получают катастрофу в своей жизни, многие из которых не могут выкарабкаться из этой катастрофы. Но ничего нового нет под солнцем. Открывайте Евангелие от Матфея седьмым главой. Открыли. С 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветра, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои, и исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и нарегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Господь разделяет людей на две категории. Одни слушают слова, все слушают слова, которые звучат с алтаря, и исполняют, и это люди, которые построили дом свой на камне. Другие слушают и не исполняют. Ну вот все понятно. Вот я думаю, вы проповедей даже на эту тему слышали очень много. Все понятно. У меня всегда один и тот же вопрос. Вот смотрите, я выхожу из дома, у меня есть машина, и я знаю, что в нее надо заливать масло машинное, но у меня есть дома сливочное масло или растительное масло. Я не заливаю туда растительного масла, но не заливаю. У меня вопрос к вам и к себе тоже. Я на него попробовал ответить, сейчас вместе с вами попробую ответить. Почему люди, зная, что принесет им благо, выбирают то, что разрушит их жизнь? У нас интерактив начался. Я буду ждать. Я не проповедую в одни ворота никогда. Я всегда хочу, чтобы вы думали, чтобы люди, слушая проповедь, они размышляли над Словом Божиим. Потому что Слово Божье, оно работает в единственном случае. Как вы будете его практиковать, если мы не будем размышлять? Не вы, мы все. Если мы просто послушаем, мы пойдем домой и уйдем, ничего не изменится. И мы столкнемся с тем, что придем и дома, конфликты будут в семье. Мы столкнемся с тем, что нам деньги нужны будут. Мы столкнемся с тем, что приткнемся в церкви на кого-то, на ком-то. И нам нужно это преодолеть. А для того, чтобы преодолеть, нам нужно послушать, что говорит Слово Божье. Поразмышлять над ним. Самый главный вопрос. Почему люди, зная, что добро, выбирают зло? Что меня может заставить меня, вот я живу, я выхожу вдруг в один прекрасный день из дома, выхожу, беру растительное масло и выливаю его в машину к себе. Что может меня заставить где-то сделать? Плоть. Глупость. А что мне эту глупость навеет? Диавол. Вы второе собрание, вы намного быстрее добрались, как бы, чем первое. Чтобы мне залить не то, что мне нужно, чтобы мне в своей жизни совершить не тот поступок, который мне нужно совершить. Меня должен кто-то обмануть. В чем обмануть-то? Это стихи были? Извините. Еще раз. Что меня заставит совершить неправильный поступок? Что меня может заставить изменить моей жене? Что меня может заставить быть неверным в десятине? Что меня может уйти из церкви? Что меня может заставить бросить служение? Ну, вот о чем мы разговариваем. Мы не о машинном масле разговариваем. Это как пример был. Что может меня... Понятно, что вы никто не зальете растительное масло в свои машины, если вы дружите с главой. Но почему, когда наступают моменты более серьезные, то люди выбирают... вот они выбирают то, что не нужно выбрать. Что? Максим, спасибо. Китание не с того источника. Вам что-то это напоминает? Когда мы идем диалоги не с тем, с кем надо. Что-то напоминает Библию какую-нибудь историю. А чего вы все молчите? Со змеем. Давайте прочитаем ее. На первом служении у нас не хватило времени ее прочитать. На втором мы движемся быстро. Библию третью главу открывайте. Открыли? Аминь. Скажите кто-нибудь. Я не знаю. Я не верю. И сказал 4 стиха. И сказал змеи жене. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. Скажите мне, в чем здесь соврал дьявол, а в чем нет? Знает Бог, знал Бог, что Адам согрешит. Когда они вкусили, открылись синим глазам. Открылись? Открылись, они как-то стали видеть по-другому. Стали они как Боги, различающие добро и зло. Люди до сих пор играют в богов. Люди до сих пор пытаются определить, что для них является добром и что есть зло. Корень этого всего, вот в этом диалоге, есть Слово Божье, которое есть абсолютная истина, которое служит ко благу человека, и ничто другое. И всякий раз, когда мы начинаем читать это слово, мы читаем это слово, но всякий раз мы слышим, точно ли так сказал Бог, точно ли он имел ввиду вот это вот, точно ли он сказал, что нельзя служить Богу и мамоне, точно ли он сказал, о горной проповеди много всяких вещей. Не в этом идеологии мы находимся постоянно. Вопрос в том, что в нас возникает огромное желание попробовать сделать как-то не так, как сказал Бог. Давайте самый простой пример приведу. Ударили тебя в левую щеку, что нужно сделать? согласно Писанию. Подставить правое. Многие из вас гораздо на это. Нет, нам гораздо проще найти объяснение. Но так или не так? Да? Есть у вас люди, которые всех прощают. Давайте руку поднимите. Которые раз, два, три. Слава Богу, вы герои просто. Писание говорит, если вы будете прощать, при грешении людям, при грешении, когда против вас согрешили, то есть, что и Бог простит. А если не будете, но когда нас серьезно обидели, когда нас по-взрослому обидели, мы, если по-честному, готовы прощать или нет, мы же говорим, мы придумываем себе, мы вступаем в диалог и придумываем себе какое-то оправдание для того, чтобы не исполнить Слово Божье. Мы сели с другом, с одним, со своим и сидим, разговариваем и про Нагорную проповедь разговаривали. И Писание говорит, не собирайте себе сокровища на земле, собирайте где? Собирайте себе сокровища на небесах. Все этим занимаются? Мне друг сказал, это неактуально для евангельских верующих. У евангельских верующих мамони не служит никто. Все собирают себе сокровища на небесах. Только вот встанешь, поговоришь со всеми и все только разговаривают, как новые души завоевать. Не о домах, не о машинах, ни о чем не разговаривают люди, не о телефонах о новых. Все только, как завоевать людей, что бы сделать, где покормить кого, сходить ли мне к соседу, где же мне Христа еще можно попроповедовать. Об этом же, да? В основном. Или мы все-таки говорим, ну ничего страшного, можно и так, можно и эдак, можно же как-то совместить это все, сделать. Вопрос, знаете, в чем? У нас, когда внешние обстоятельства, они сложатся так, что кто-то из нас совершит не то, что нужно совершить, кто будет отвечать за это все? Мы сами же, если я совершил какое-то прегрешение, я не скажу, Федор Николаевич меня как-то ввел в него. Федор Николаевич ответил за свое, а я отвечу за свое. По-другому никак не будет. Давайте вернемся в Нагорную проповедь. Как вы думаете, Нагорная проповедь, она выполнима или нет? Основа христианского вероучения, она выполнима или нет? Или это завышенные стандарты, которые очень сложно выполнить? Я говорю, у нас интерактив. давай, Максим, можно выполнить или нельзя выполнить? Не можно. Слушай, тебе надо как-то это, ты слишком грамотный замолчать на какое-то время. Очень часто бытует мнение, что Нагорная проповедь это такие стандарты, которые трудновыполнимы. И, например, если тебя ударили в щеку, то невозможно подставить левую. Если тебя попросили одно дело, совершить одно поприще, то сложно пройти два поприща. Но кому обращался Господь? Вот когда Нагорную проповедь, Он говорил, кому обращался? Кому Он обращался? К каким людям? К нам обращался. А так вот, кому Он обращался? Скорее верующие, они ходили за Ним, они там видели много всего. Он обращался к тем людям, которые Его слушали. И поэтому, когда у нас возникает мысль, что Нагорная проповедь это слишком завышенные стандарты, я не думаю, что благой Бог предложил людям, которые ходили за Ним и слушали Его, что-то такое, что невозможно выполнить. Что-то такое, Он сказал, и все прям, вот выходит, вот я сейчас вышел, ребята, я вам сейчас расскажу проповедь Нагорную, и там слишком широкий спектр, как семейные отношения, как относиться мужчине и женщине, про разводы, про все вещи, как относиться к финансам, как к молитве, как к посту относиться, ко всему, широкий спектр. И говорю вам, вот я вам рассказал, выполнить вы это не сможете никто, вы просто увидите, что значит быть христианином, это невозможно, как Максим заметил, точно невозможно без Бога, но с Богом все возможно, а Он говорил людям, даже нерожденным свыше, это было то, что способен исполнить каждый человек. И когда в нашу жизнь приходят какие-то испытания, мы должны понять, что Бог желает нам блага, что Бог дал нам те инструменты, которые мы в состоянии выполнить, которые мы можем выполнить, не просто которые, ой, ты знаешь, это сложно исполнить, это то, что мы готовы практиковать всегда в своей жизни, всегда. И тогда, когда мы начинаем практиковать это в своей жизни, что происходит? Мы начинаем строить дом свой на фундаменте. Еще такой вопрос, скажите, одинаковые ли искушения или испытания приходили на тех людей, которые исполняют и которые не исполняют? Давай, Максим, твой выход. Согласно Писанию они одинаковые. Одинаковые испытания приходят в жизнь каждого верующего, который исполняет и который не исполняет. Единственная причина, по которой человек не исполняет, это его диалог, то, что его развели, то, что можно не исполнить Слово Божье и получить какое-то благо. В этом главная загвоздка. Но мы знаем, когда придут эти искушения или испытания. Никто не знает. Никто не знает, когда на тебя свалятся какие-то финансовые трудности. Ты, например, живешь, живешь, у тебя все нормально, ты собрался куда-то. Бас, и какое-то несчастье в доме случилось, и тебе сразу денег куда-то надо отдать. Ты не ожидал, что так произойдет. Ты жил, 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 с женой стали говорить, не договорились ни о чем. У вас конфликт. Ты пришел к пастору, начинаешь его что-то спрашивать, рассказывать, говоришь, вот у меня есть такой проект, благословимое служение, он тебе что-то сказал, ты приткнулся. Разве этого не бывает ничего в нашей жизни? Мы не знаем, когда произойдет конфликт, не знаем, мы не запланировали никакой день, но что нам с вами может помочь выйти из этого конфликта по-библейски. Практикование слова. Как практиковать его? Когда практиковать? Кто не понял? Смотрите еще раз. Есть две категории людей. Одни практикуют слово, другие не практикуют слово. Те, которые не практикуют слово, они решили, что слово можно, не исполнив слово, получить какое-то благословение. Те, которые практикуют слово, они устояли в этом искушении. Поругались с женой, но устояли. Поругались с пастором, но устояли. Не бросили служение. Поехали на миссию, денег не заработали сколько надо, не уехали с миссии. Пошел служить в революционный центр, не получил, чего ожидал, остался служить в революционном центре. Пришел петь сюда, стал петь, тебе сказали, ты в ноты не попадаешь, ты не бросил ноты, ты не бросил это все, ты пришел куда-то и попал в ситуацию и соблазнился кем-то, ты устоял, ты не стал, ты не впал в грех, ты не нашел в себе оправдания. Почему? Мы не знаем, когда это произойдет, но что поможет нам, когда мы должны практиковать слово-то? Мы должны поступать, мы должны практиковать слово Божие ежедневно, потому что практикуя слово Божие каждый день, в нас не только формируется вера, не только укрепляется вера, но и укрепляется авторитет Божьего слова. Я сейчас попробую показать на примере. Пойдем, Олег, можно тебя вытянуть сюда, позвать? У нас открыто, да? Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. мы вдруг с Олегом поругались, ну не знаю, не поняли, как отправлять людей на реабилитацию. Он говорит так, я говорю так. Что делать-то? что нужно делать мне? Мы с ним поругались. Можно мне салфетку? Что делать? Олег, давай тебе, да, ну, давай ты тогда отвечи, что тебе нужно сделать? Попробовать простить. Попробовать простить. Нам важно практиковать всегда и постоянно. Что я хочу? Когда мы поругались с Олегом, я хочу, чтобы он попросил у меня прощения. Он у меня попросил прощения, не я у него, он у меня просил прощения. И сказал, Вова, я был неправ, прости меня, давай будем дружить. Мне-то чего надо делать? Мне надо ему звонить, просить прощения. Я вам скажу, как это не работает. Якова читали все, заходит человек в собрание, один перстень, один в перстне, другой без перстня. Одному говоришь, садись туда, другого сюда. У нас не работает же это. У нас как бы все садятся туда, кто захочет. А вот телефонные книжечки у нас работают. У нас там сразу есть, кто в первых рядах, кто во вторых рядах, кто в третьих рядах. Мы там сами определили, кого куда надо. Не так у вас? Нет, слава Богу. Но я знаю очень много людей, у которых есть классификация в телефонной книжке. Очень много. Среди верующих. И, например... Ты меня в первых рядах. Все понял. И мы с ним поругались. И я ему звоню, и говорю, я ему звоню, и я у Олега в первых рядах. Но, допустим, я у него буду где-то в третьем ряду. И он смотрит, я звоню. Трубку не берет. Но все же хотят, чтобы ему, когда он звонит, у него брали трубку. Каждый человек этого хочет. Ну, каждый человек хочет, что когда ты звонишь, у тебя взяли трубку. Ну, так или не так? И я решил просто бизнес сделать. Огромный. Просто. И мне нужен Олег. Я ему звоню. Олег. Брат. Возьми трубочку. С Олегом бизнес не сделаешь. Я понял. Возьми трубку. Он не берет. Я ему второй раз звоню. Он не берет трубку. Я третий раз звоню. Он трубку не берет. Вот мне скажите, что надо сделать? Дождаться, когда Олег позвонит, или идти что-то делать? Что? Хорошие варианты. Я перезванивал. Но, как правило, мы идем и двигаемся дальше. И вот потом у меня получился бизнес какой-то. У меня получился. Но он обиделся на меня. Мы-то. Он прощения не попросил. Я не попросил. Упрощение. И он звонит мне и говорит, а ты почему меня не посвятил в бизнес? А когда я тебя посвящу? Ты трубки не берешь. И раздрай не у меня, у него. Потому что я построил бизнес без него. А ему хочется, чтобы он был там. Но причина не во мне. Но причина не во мне. Вот так Слово Божье работает. Если ты хочешь, чтобы каждый человек, кому ты позвонил, взял трубку, что нужно делать? Тебе брать надо. Тебе брать трубку надо. Вот так работает это. Спасибо, Олег. Да, конечно. Не вопрос. Возвращаемся чуть дальше. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и раздались реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и раздались реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он не упал. Вот сегодня мы придем все домой. Каждый придет домой. И на нас придут ветры. Придут? Ну, придут. Соседи на нас могут накричать, не знаю там, прохожие какие-то. Мы придем домой, денег может дома не хватить, и жена может конфликт устроить. Разные моменты могут прийти. И если мы с вами не начнем практиковать слово каждый день. Вот я пришел домой, с женой начал диалог. Конфликты, скажите, хорошо в семье или плохо? Плохо, хорошо, пойдет, да, нет, не знаю. Но если каждый человек, он возрастает во Христе Иисусе, и взрослеет, это что, говоришь, что у него мышление меняется или нет? Меняется. Если у меня поменялось мышление, у моей жены не поменялось мышление на какой-то вопрос, у нас будет конфликт или нет? Сто процентов будет конфликт. И поэтому конфликты в семьях случаются достаточно часто. Вопрос в том, что в этом конфликте, что я захотел? Убить ее, прям ей кастрюлю на голову надеть? Или я взял эту кастрюлю и пошел с ней молиться? Вот что я сделал? Вот я пришел домой, у меня там, у меня с женой постоянно конфликт из-за детей. Они ее заводят, жена меня заводит, в результате мы пытаемся с ней выяснить, кто из нас правее воспитывает детей. Что нужно делать? Жене натолкать, кинуть к нее кастрюлю или надеть кастрюлю и идти молиться? Что нужно делать? Это будет каждый день в твоей практике. Каждый день. Каждый день тебе придется кого-то прощать. Каждый день тебе придется с кем-то сталкиваться и показывать свою любовь. Только так мы сможем устоять в день злой. Знаете, Господь правду дал высокие стандарты в Нагорной проповеди, но Он дал их для того, чтобы мы старались их исполнить. Например, есть такое местописание «Благословляйте проклинающих вас». Знаете? Как на практике это? Давайте опустим Слово Божие. Как на практике это? Понятно, что сложно. Вот смотрите, Слово Божие – это инструкция для нашей жизни. Господь сказал «Благословляйте проклинающих вас». Проклинающие нас – это кто? Те люди, которые говорят про нас в гадости. Мне что нужно сделать? Да там написано «Благословляйте». Как благословляйте? Отличный подход. Опускаем на землю. Если мы не опустим на землю, мы останемся с вами теоретиками. Мы просто будем говорить правильные слова, а в какой-то момент мы будем впадать в грех, наши семьи будут трещать по швам, мы будем бросать служение на раз-два, мы будем ходить в церкви, как будто мы не знаем друг друга, просто как будто не знаем. Будем проходить, как будто мы не из одной церкви, не из одной общины, а просто незнакомые люди. «Как благословляйте проклинающих вас?» Я говорю, не буду в одни ворота играть. Где добрые слова? Ну, давайте я вас по-честному спрашиваю, скажите мне, кто из вас много благословляет тех людей, с которыми в плохих отношениях, в молитве? Ну, давайте по-честному мне ответим. Ну, я просто сам много молюсь достаточно. Олег, вот, как всегда, впереди планеты всей. Если у меня есть, например, пойдем, Олег, с тобой покажем еще одну историю и сценку. Пошли. У меня конфликт с Олегом. Да, может, практика поможет тебе. Конфликт с Олегом. И мне нужно благословлять. Я знаю, он говорит, Вова Шминков, он с ума сошел и там всякие вещи про меня рассказывает. Все знаю. Мне-то что нужно делать, чтобы исполнить Слово Божие, чтобы мне было хорошо? Я хочу благо-то пожать. Не он, я хочу. Я когда сажусь с кем-то разговаривать, я благословлять его должен. Не просто денег, 500 рублей ему дать. Я должен о нем говорить, благие слова. Не так. У нас как обычно происходит? Мы поругались, потом встретился с кем-то и давай Олега там поливать там, и он такой, и он сякой. Нет. Писание учит совершенно другому. Писание учит тому, что нужно благословлять. Если человек знает, что он тебе плохо относится, встретился с кем-то, говори о нем хорошо, и тогда ты не попадешь под развод, который скажет, подлинно ли Бог сказал? Правда, Бог сказал то, что нужно благословлять проклинающих. Чушь это все. Ты же человек, и ты что, у тебя нету, что ли, своего я? У тебя чего, нету, что ли, вообще? Ты кто? Сам пусть приползет. Нет, не так. Если так, то ты проиграл. Если ты благословляешь, то ты выиграл. В этом есть успех, в исполнении Слова Божьего. И тогда, когда мы стараемся это сделать, приходят конфликты в семье, нам без разницы, знаете почему? Да мы врагов умеем любить. Мы умеем любить тех, кто нам просто гадит постоянно. И поэтому с жене, которую мы любим, мы готовы от нее все, что угодно воспринимать спокойно, потому что мы научились даже не говорить плохого про этого человека. Мы начинаем практиковать Слово Божье по мелочам, ежедневно, постоянно. И тогда, в день трудный, в день злой, мы сможем устоять в искушении, а не податься ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова